Девушки отдыхают 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 и заведующая кафедрой эстрадно-джазового вокала. Пения. Да. И заведующая кафедрой эстрадно-джазового... Вы только что видели, что действительно заведующая кафедрой. Итак, заведующая кафедрой джазового... Эстрадно-джазового пения. Можно я пересдам? Эстрадно-джазового пения факультета музыкального искусства Московского государственного института культуры. Молодец, все правильно выучил. Слава Богу, Господи. Спаси и сохрани. Кстати, Валь, есть какое-нибудь образование? Можно на вы, на ты как? На ты. Валь, есть у тебя какое-нибудь образование музыкальное? Нет, нет. Не успела еще просто? Не успела, да. Собираешься получать? Да, было бы круто. А зачем? Не знаю, просто для себя. А, у тебя же все уже случилось, ты уже звезда, господи. Зачем оно, это образование? Ларис? Провокатор. Есть какие-то требования к поступающим? Должен хорошо поющий человек быть. А, это самое главное, да? Конечно. Слух? У меня же вокальная кафедра. Ага. Да, ну, сейчас, подожди, мы цифрами задавим. Валь, сколько у тебя в ТикТоке подписчиков? 14 миллионов. 14 миллионов подписчиков? Это для меня не имеет значения. А, все, Валь, все, не имеет значения. Лариса, а вот бывает так, что ты сливаешь звезду с экзамена? Вот приходят же какие-нибудь? У меня, кроме Панайотова, звезд нет. Он у меня в этом году заканчивает. Серьезно? То есть он, при том, что он уже известный артист, он продолжает учиться, да? Он отучился 5 лет. Валь, видишь? Ты знаешь Панайотова? Он учился на экзамены, и никто ему за так не ставил, не проставлял оценки. Он приезжал и честно все сдавал. Все 5 лет. Фантастика. Валь, ты в курсе, что есть Панайотов? Он учился 5 лет, но я его не знаю. Ты не знаешь, что такое Панайотов? Нет, правда, честно. Извините. Зачем ты меня сюда привел? Именно для этого, чтобы ты это сказала. А что же вы тогда слушаетесь, и вы не знаете, кто такой Панайотов? Что ты слушаешь? Если есть последнего из того, что недавно было выпущено, то это, скорее всего, Рамиль, Джонни, и пускай будет... Сложно, я не знаю, кого назвать. Слушай, вот мне интересно, если вы не знаете, кто такой Панайотов, вы именно меня, наверное, тоже не знаете, да? Не, знает. Главнее всего погода в доме, а все другое суета. Есть и я, и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью... Зонта. Знает? Удивительно. Ларис, давай тебя проверим. Не надо. Я не знаю ни одной песни этой девушки. Ну, на вскидку, на вскидку. Просто стихами, да. Заперла тебя дома недоступны телефоны, дальше от друзей и знакомых забрала своего... Айфона. Боя. Ну, там же рифма. Телефоны, айфон. А, действительно. Ну, это как-то... Валь, рифма не важна, да? В принципе. Ну, это было неправильно, но... Да, главное, наверное, чтобы смысл был. Смысл. Это, кстати, между прочим... Валя молодец, потому что тут сидел Моргенштерн и говорил, что смыслы необязательны. Я эту передачу посмотрела. А ты именно эту посмотрела. Ну что, вы познакомились. Давайте, ну, как музыканты вы пока еще не очень сошлись. Посмотрим, как вы сойдетесь, как представительницы прекрасного пола. Вы две яркие, красивые женщины разных поколений. Вы всегда нравились мужчинам. Но я хочу понять, какие мужики нравятся вам? У меня нет определенного вкуса на мужчин. Ну, неважно. Я вам покажу несколько мужчин, ну, девять, допустим, мужчин. Хорошо. Вот. И предлагаю вам по одному убирать, пока не останется ни один, которого мы назовем идеальным мужчиной для всех поколений. Ну, давай попробуем, да? Ну, да, давайте. Покажите нам на экране этих красавчиков. Вот, посмотрите. Ну, все симпатичные, в принципе. Все по-своему, у каждого своя изюминка. Итак, Лариса, начинай. Кого мы точно убираем? Кто точно не в твоем вкусе? Номер четыре. Номер четыре. Сережка, пока. Чао. Ну, ты знаешь, кто это, да? Понятно, да. Да уж. Валя, твой ход. Кто не является твоим идеальным мужиком? Кто не твой краш? Валюха, давай. Номер пять, наверное. Это было бы странно, если бы я сказала. Оставляем пятый номер. Пятый номер. Ну, ты знаешь, кто это, да? Ну, да. Кто это? Сейчас скажу, подождите. Смотри, он говорит, ты самая лучшая, детка. Скорее всего, он говорит, это твоей маме там, да? Ну, бабушке. Ну, даже бабушке. Без тебя, без тебя, Валюха. Рассветы и туманы без тебя. Почти. Это Стас Михайлов. Действительно, слушай, ты творчество знает. Вот так вот. Но все равно убираем. Прости, Стас. Так, Стас покидает наш чарт. Так, Лариса, твой ход. Номер восемь. Номер восемь. Ну, уж никак не смахивает на мужчину. Почти как у меня ногти. На настоящего мужчину тем более. Ну, у него же, смотри. Человек самовыражается. Да, у него лак, цацки. Не в этом дело. Мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим об идеальном мужчине. Правильно? Хорошо, да. У нас же сейчас другая история. То есть ты согласна сейчас, да? Ты бы себе такого мужика не выбрала, да? Нет. Нет? А, интересно. Моргенштер надеялся. Он красил лаком ногти, протыкал уши. Вы могли бы вместе выбирать цацки в магазине? О, нет. Понятно, хорошо. Ну что ж, Алишер, прощай, извини ради бога. Так, продолжаем выбирать самого классного парня по мнению двух поколений. Итак, ход Вали. Кто сосный кун, кто нет? Девятый номер. Тебе не нравится? Посмотри. Брутальный мужчина. Он старше моего папы, наверное, нет. То есть по возрасту не подходит. Я понял. Хорошо. То есть вы не знаете, кто это? Знаю. Я знаю несколько песен. Это сейчас недавно видела в рекомендациях. Он же поет. И хотят налить ананасный сок. Это то? О чем я думаю. А, ты его спутала с Ганвестом, что ли? Нет. Нет, нет, нет. Да я знаю. Сейчас, подождите. Я прям хочу вспомнить песню. Ну давай. Я одинокий бродяга любви. Ка-за. Казак. 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 Ну, рифма тут, конечно, супер. Казанова. Ну, не знает человек. Не знаю, не знаю, не знаю. Ну ладно, Валерий Яковлевич, мы с вами прощаемся. Валера, прости, я бы тебя не убрала. Да, вот так вот. Ну, и его убрали другими руками. Итак, осталось еще пять кандидатов. Лариса. Твой год. Номер семь. Номер семь. Ты не знаешь, кто это, да? Понятия не имею. Ну, это же... На баре синем мы танцуем под минимум. Да-да-да, ты красивая. Но такие... Элжеюшка. Нет, мы сейчас говорим не о музыке, а об идеале мужчины. Мужчины. Ну да, хорошо. Внешность. Валя, внешность Элжея в твоем вкусе? Нет. Нет? Ну, хоть здесь мы солидарны. Ну что ж, Элджей, прости, покидает наш чат идеальных мужчин двух поколений. Тем более, он занят. Так, четверо красавчиков осталось в полуфинале. Лариса? Номер один. Это как раз товарищ Джонни. Джонни. Ничего не имею против Джонни, но это не идеал для меня. Что не так, вот скажи. Да все не так. Все не так. Особенно взгляд. Хорошо. Так, Джонни покидает нас. И остается у нас три кандидата. Топ-3. Валя, кого убираешь ты? Третий номер. Третий номер. А вот это напрасно вы сделали. Да? Ну, потому что... Но ты тоже не знаешь, что это? Хотя из всех мужчин, которые были на этой фотографии, я бы его оставила. Вот. Ну, что поделать. Итак, Владимир Пресняков нас покидает. И остается две фотки. Уникальный выбор. Да. Ну что, Ларис? Коля мой друг. Близкий очень. И многолетний. Но он не является для меня идеалом мужчины. Так. И тем более номер два. Я его вообще не знаю. Это тоже не идеал мужчины для меня. Угу. Давай обсудим номер два. Что тебя смущает в номере два? Ну, мне нужен настоящий... Вот я вижу настоящего мужчину без вот этого лака для ногтей. Ну, знаете, вообще это очень странно, когда идеал мужчины можно определить по накрашенные ногти или нет. Это не имеет значения. Мужчина и накрашенные ногти это уже не идеал абсолютно. Несовестимые вещи? Абсолютно. Почему? Для меня. Ну, для вас, да. Ну, так просто многие говорят, и я считаю это неправильно. А может быть, он делал просто ремонт дома и молотком стукнул по двум пальцам, и поэтому они черные. Тогда должны были быть только черные ногти, а у него, видишь, белые еще. А тот побелел от ужаса. Он думал, что и по нему сейчас ударят. Ноготь побелел от ужаса. Да, конечно. Но все равно для меня это не идеал мужчины. Валь, ты можешь рассказать Ларисе, в каких отношениях вы с этим парнем? В очень хороших дружеских отношениях. То есть остался друг как раз Вали. Вот. Но ты не знаешь, кто это? Нет. Е-го... Крит, что ли? Да. Но он здесь на себя не похож. Он так теперь выглядит, это же... Ну... Ну что ж, значит, Лариса не знает, кого убирать. Кого из двух ты уберешь? Баскова. О! Потому что он со мной фит не сделал. Фит? А он должен был со мной фит сделать? Нет, нет, нет. Да я же просто убираю. А, я понял просто. То есть мы убираем Баскова, оставляем Крида, получается, да? Ну что ж, при молчаливом, так сказать, согласии Ларисы мы оставляем Егора Крида. Егор, ты покоритель сердец. Сердца. Сердца. Одного. Да, одного, да. Ну, я чувствую, горячий будет выпуск. Ну что же, прямо сейчас, напомню правила, мы вместе с Ларисой и Валей начнем слушать новые песни, которые сейчас залетели в чаты. Пять треков будет у нас. И лучшие треки мы перенесем сюда, вот на нашу стену и составим из них чарт. Окей? Хорошо. Итак, мы разделим сейчас по-братски, по-сестрински в данном случае колонку. Вот половинка Ларисе, вот половинка Вали. Прекрасно. Ну и по традиции мы обычно начинаем с какого-то слова, ну, которое символизирует старт. Гагарин говорил, поехали, а мы сегодня будем говорить... Валь, какое-нибудь слово современное вместо поехали начнем. Или любое, какое хочешь. Мотор. Хороший вариант. Согласна, поддерживаю. Мотор. Мотор. Прекрасно. Итак, Музыкалити, первый выпуск нового сезона, весна на дворе, мотор! А я теперь не сплю ночами, разве это обещал мне ты? Сотни твоих замечаний мне не сосчитать, как в Питере мосты. А я теперь не сплю ночами, разве это обещал мне ты? И можешь дальше молчать, только никогда никому ничего не обещай. Только корабли у бортамины, последний поцелуй и война между нами. Мы могли вместе обойти рифы, но нас развело цунами. Это не назвать облегчением, наносим мы друг другу увечья. И каждый раз закрываю глаза, ты передо мной, и я снова вслезаю. А я теперь не сплю ночами, разве это обещал мне ты? Можно останавливать? Да, вполне. Итак, Ларис, знаешь ли ты, кто это поет? Ну, похож на Вален голос. Так быстро рассекретила, да? Да, абсолютно правильно. Бывает парадоксальная вещь. В жизни человек разговаривает тембрально так, а когда начинают петь, совершенно по-другому звучит его голос. Как в случае с Валей? Абсолютно одинаково. Как говорит, так и поет. Я, конечно, надеялся, Ларис, что ты не узнаешь Валю и будешь оценивать песню вслепую. У меня хороший музыкальный слух. Я понял, я догадываюсь. Ну, что скажешь? Не смотри на эту прекрасную, милую девочку. Мне понравилась гармоническая мелодия и, в принципе, музыка неплохая. Но я бы по-другому спела. Да? А как? Ну, с какими-то милизмами, с фишечками разными. Здесь как раз это такая музыка, которая располагает к другому немножко пению. А что касается голоса? Ну, я так думаю, я говорю правду абсолютно всегда, честно и без... Учиться надо. Данные есть, но нужно учиться, чтобы управлять своим голосом. Он пока еще тебе не подчиняется. Это была реклама кафедры эстрадного джазового пения? Нет, никакой рекламы не было. Я как просто опытный человек говорю. Валь, я тебе придумал идеальную... Ну, пока я пять лет буду учиться, потом так же, как вот с первым парнем, буду говорить, кто это. А, да? Ты думаешь, это основная... Саша не помешала быть в ТОПе, и он учился заочно. Правда, заочное отделение я закрыла. Валь, скажи, тебе 19 лет. Почему не потратить пять лет, ты выйдешь из института, у тебя будет 24. Молодая девушка. Чего? Ну, на самом деле, я, наверное, просто не люблю вот эту погоню. В итоге выйдет так, что через, ладно, два года, я скажу, блин, это так мне помотало нервы, что я не то что учиться не хочу, я больше петь не хочу. А это же мотает нервы, Ларис? Нет, ну, естественно, абитуриенты, которые приходят сдавать экзамены, они все волнуются ужасно, но они хотят учиться. А ты волнуешься, когда ты выходишь на сцену? Ты же выходишь на сцену? Нет. Вообще не волнуешься? Не волнуюсь. Артист, который не волнуется перед выходом на сцену, это не артист. Перед выходом, вот. Ну, знаешь, это... Ты можешь это волнение от него избавиться, когда ты начинаешь петь, но за кулисами волнение, это абсолютно нормально. У тебя есть, Валь, какие-нибудь лайфхаки, как не нервничать вообще? Или ты вообще не нервничаешь? Досчитать до десяти. Серьезно, да? Да, ты чего-нибудь волнуешься и посчитаешь в голове до десяти, тебя это отпустит. И вообще у меня слоган такой, нужно решать проблемы по мере их поступления. Гениальный слоган, мы его знаем. И, да, мне так легче. Так, давайте вместе посчитаем до десяти. Давайте. Давайте ваши руки посчитаем до десяти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Волнение ушло. А было? У меня было. Валь, у тебя есть какие-то претензии к своей песне? Тебе нравится она? Нет, у меня претензий нет. Я довольна и текстом. Вообще, из-за того, что я правда не спала около... Больше месяца я не спала ночью. В период вот этой своей всей мини-депрессии я написала эту песню. И для меня она значит очень-очень много. Здорово. Давайте тогда оценим этот трек. Ларис, от тебя оценку от одного до десяти. Ну, пусть будет пять. Пять. Фурово. Это потому, что Валя здесь сидит? Так бы два поставила, нет? Нет, нет. Пять, да? Я честный человек. Пять, так. Десять из десяти. Ну, правильно. Чего себя ругать-то? Молодец. Правда, песня крутая, человек. Песня крутая. Итак, десять, пять. И сейчас мы узнаем мнение людей из народа. Пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Наталья. Мне 52 года. Я живу в Москве. Работаю экономистом. Включайте музыку. Музыка очень мелодичная. Очень приятный голос. Достаточно романтичная. В принципе, мне понравилось. Даже очень. Если хочется немножечко отдохнуть, успокоиться, помедитировать, то эта музыка просто великолепна. И голос соответствует настроению. Я ставлю оценку этой песне. Девять. Вау, классно. Слушай, Валь, я тебя поздравляю. Это в нашей программе хороший результат. 24 балла ты получаешь. И воцаряешься в топе нашего чарта. Вполне возможно, ты в нем и останешься на первом месте. Так, это при том, что Лариса сурова. Ну что, друзья, первый трек позади. Ларис, прежде чем мы продолжим, хочу все-таки попросить тебя одну минуту вокального преподавания. Ну, какую-нибудь вокальную разминочку для нас с Вали, чтобы мы повторили, расслабились немножко. Ты уверен? Да, да. Ну, хорошо. Ну что-нибудь такое, я тоже никогда не учился. А-а-а-а-а, а-а-а-а-а-а-а. Угу, давай. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ну извините, я 6 лет не училась. А можно что-то попроще? То есть ты считаешь это сложно? Конечно, ну как? У меня первый курс это похит. Там много всего было. Что? Чего там много всего? Что там совсем простое? Блин, знаете, очень неприятно, когда говорят, у меня первый курс такое поет, у меня там нужно учиться и так далее. Блин, музыка, она создана для того, чтобы люди пели так, как хотели. Но это понятно, это круто. И все правильно нужно петь. Но если человек хочет петь так, как он хочет. Да пусть поет на кухне тогда, если он хочет петь. Но это неправильно. Это субъективно. Это нечестно. Да? Да. Потому что каждый человек заслуживает делать то, что он хочет. И даже когда он не умеет петь, он имеет право на то, чтобы петь. И чтобы это все слышно. Он имеет право петь, но только дома для своих, для тех, кто его любит. Это эгоистично. Нет, есть профессия певца. Певец должен петь чисто, по крайней мере. Вот ты сейчас спела вот эту очень простую распевку, ты вообще ни в одну ноту не попала. Бывает. Вот про это я и говорю. Но у меня, например, я тоже никуда не попал. У меня память плохая музыкальная. Я не запомню. Макс, ты же не стремишься стать профессиональным вокалистом? А кто сказал, что я стремлюсь стать профессиональным артистом? А для чего тогда ты все это делаешь? Просто потому, что мне нравится. Люди могут тебя отстать. Ну ты же хочешь завоевать какую-то признательность, любовь, правильно? Да я уже завоевала то, что хотела. Она уже завоевала. Хорошо. Ну вот, знаешь, я вот такие разговоры... Вообще можно я уйду, а? Нет. Я тебя умоляю. Это не для меня все. Давай послушаем следующий трек. Итак, Лариса Долина, Валя Карнавал. Первый раунд позади. Второй трек. Да, малая, я Макмиллер, панки, эй, я пати-киллер. Я станцую как на вилле, так и на твоей могиле. Суки в рот, бомбей, хоп, хей, ла-ла-лей. Ты берешь как все шахры. На попей. На попей. На попей. Дайте мне мастера спорта по коне. Полу не вкусная, дайте другое. Красный язык, как лицо вайнаруне. О, это я поспакую. Если бы мы когда-то воно мне доллар, Так а ты, раз когда я бросал шкур... Макс, можно, правда, я уйду? Ну ладно. Ну, мне неинтересно и неприятно. Почему? Ну так ты расскажи, что тебе неприятно в этой музыке. Ну, расскажи. Это для меня просто паноптикум все. Вот разговор с девушкой, которая сидит, которая ничего не знает. А музыке ничего претендует на то, чтобы стать звездой. Говорит, что она уже звезда, не зная ни одной ноты. Я не сказала этого писателя. Не попадая ни в одну ноту. И еще спорит и доказывает, я не хочу. Ну, это сложно. Это нормально, когда люди разного поколения не понимают друг друга? Это нормально? Нет, дело в том, что я не просто... Причем тут я не хочу, чтобы ты меня понимала. Я хочу, чтобы ты приняла то, что я говорю. Что образование важно, поверь мне. Я не понимаю. Ты ни в одну ноту не попала, понимаешь? Вы можете еще раз это шесть раз сказать. Я уже сказала. Так, ну, девочки, не ссорьтесь. Ларис, я тебя умоляю. Ну, подожди. Мы сейчас оцениваем не Валю. Валя, ну, у нее своя какая-то правда. У тебя своя. Это же здорово. В этом есть... Нет, здесь не может быть своя правда и не своя правда. Понимаешь? Здесь есть одна правда только. Либо ты хорошо поешь, либо ты не поешь вовсе. Согласен. Вот и все. Согласен. Что ты думаешь по поводу вот этой песни, которую ты сейчас услышала? Кол. Вообще, да? Валя, а ты знаешь, кто это? Нет, я впервые слышала этот трек. А тебе нравится такой трек, Валь? Ну, я бы его не слушала. Не нравится, да? Почему? Ну, это трек такой, который... Наверное, ты в компании его где-то услышишь и забудешь про него. Ну, то есть, где-то подрыгаться, что-то поделать и даже не понять слова, то окей. Но чтобы добавить его в плейлист, нет. Лариса, а что тебе в этом не нравится? Ничего. Ни текста, ни музыка, ничего вообще. И не исполнение. Это группа ДЛБ. Страшно подумать, как это расшифровывается. Песня называется «На попей». Ну что, какая оценка, Лариса? Единица. Единица. Даже ноль. А можно ноль? Нет, у нас нету нуля. Ну, тогда единица. От одного до десяти. Пусть будет единица. Нет, ну классно. Я тебе говорю, это ради этого, это шоу придумано. Ты идеальный, ты впервые идеальный человек, который пришел сюда. Ну, потому что мы хотим конфликта поколений, а все приходят и начинают друг друга хвалить. В общем, да. Если в конце ты кинешь торшером Валю, будут сумасшедшие просмотры. Ну, вот уже не дождешься. Да, Валя, что ты поставишь? Ну, трек этот бы я не добавила и, скорее всего, не услышала и не запомнила. Ну, наверное, два пусть будет. Боже мой, это самые низкие оценки, которые у нас выставляли. Хоть здесь мы сошлись во мнениях. Хорошо, давайте узнаем мнение людей. Привет, меня зовут Женя, мне 30 лет, я работаю на телевидении, делаю анонсы, трейлеры, тизеры и всякие такие вот ролики. Ну, в общем, давайте, трек будем слушать. Первое впечатление – веселый трек. Там есть замечательные слова «На попей». Люблю, когда предлагают такое. Класс. И достаточно движниковое. Такое мне нравится. Пожалуй, даже я могу такое слушать. Этой песне я, наверное, поставлю семь, потому что я такое люблю, в принципе. Люблю подвести. Такое? Я сейчас ее слушал не двигался, потому что я, ну, стеснялся. А так я бы потанцевал под нее где-нибудь, когда меня не видно, и поэтому семь. А, там еще есть фраза «На попей», поэтому даже восемь. Аргумент железный просто. Ну, это хорошо. Такое. Мы любим такое. Такое, мы любим такое. Ну, у такого всего 11 баллов получается. Ну, криминалит. Кажется, криминалит. Да мне нравится движуха такая. Два трека позади, три трека. Три. Три. Давай третий. Два трека позади, три трека впереди. Третий трек. Я лежу на заброшенной улице, переходах, раздавленной сникерсом. Меня больше никто не заслуживает. Даже ты с миллионами долларов. Разбуди меня голосом в радио, и мы встретимся в полночной лестнице. Но опять ничего не получится. Мы расходимся безболезненно. Я сижу в твоей порванной курточке. И жгу спички, считая минуточки. Мне всего полчаса и закончится. Забирай меня, пьяную дурочку. У соседей сегодня бессонница. Я в подъезде, прийти, пообщаемся. Мне так нужно к тебе прижаться. Забери меня срочно, пожалуйста. Когда мне грустно, я смотрю наши старые мультики. В темноте. Обнимая букет желтых лютиков. Я не знаю, кто это. В общем, по-моему, неплохо. Такая щемящая история смысловая. Любовь. Любовь же разная бывает. И по-разному проявляется. И что-то вот в голосе тоже есть такое щемящее у этой девушки. А рэпчик вначале не смутил? Неплохо. Нет, абсолютно. Ты как к рэпу относишься? Очень положительно. Рэпер любимый есть какой-нибудь? Кто-то нравится из рэперов? Очень нравится Андрея Довинчи. Вот мы с ним недавно трек записали. Круто. Я даже не... Ты знаешь Андрея Довинчи? Валь, ты никого не знаешь. Ни Панайотова, ни Довинчи вообще. Хорошо, что вас знаю. Спасибо. Валь, а я кто? Ой, сейчас вспомню песню. Скажи, пожалуйста, что ты думаешь по поводу этой композиции? У меня этого трека нет в плейлисте, но я часто его слышу, припев, и мне очень нравится. Мне нравится, как эта девочка поет. Мне нравится... В ТикТоке часто ее в рекомендациях вижу. Мне просто в целом нравится эта девчонка, и мне нравится трек. Крутой. Ты знаешь, кто это, да? Не знаю ник и как зовут девочку, но она классная. Классную девочку зовут просто Лера. Просто Лера. Просто Лера. И песня называется Лютики. Ну, Валь, какая оценка для просто Леры за песню Лютики? Пускай семь. Семь? Да. Шесть. Шесть. Прекрасно. Оценители нашего рэпа. Семь, шесть – это тринадцать. Ну и мнение человека, случайно пойманного в скайпе. Здравствуйте, всем привет, меня зовут Евгений, я родом из Екатеринбурга, проживаю в Москве на Ходынке. Всем привет с Ходынки, передаю своей собакой пеной. Я музыкальный продюсер. И давайте, включайте свой трек, я сейчас послушаю, что вы там напилили. Я сижу в твоей порванной курточке, лежу в спичке, считая минуточки. Мне всего полчаса и закончится. Забирай меня, пьяную дурочку. У соседей сегодня не сонется. Я бы вместе прийти, прообщаемся. Мне так нужно к тебе прижаться. Забери меня срочно, пожалуйста. Это вообще суперлюбимая моя песня, прошедших двух-трех месяцев. Ну слушайте, во-первых, здесь очень интересная лирика, здесь нет в принципе никакого, это называется белый стик, да, наверное, как-то так, нету рифма никакой, но от этого вообще больше кайф, когда я сижу на заброшенной улице, поедаю, дряблые стикерсы. Ну короче, это вообще прям тот стих, который цепляет, запоминается. Ну и собственно здесь аккорды дворовые, прикольные, пацанские аккорды, поэтому пацанам сразу песня понравится. Сто процентов, десять баллов из десяти возможно ставится сразу. Вот так вот. И не я один, между прочим, ставлю, да? Я впервые вижу человека, который в любой ситуации не отпускает пса. Мне кажется, клей-момент задействован в этой дружбе. Он даже играл на гитаре вместе с псом. Мне кажется, он им пытался играть, тот увернулся. Да, знаменитый пес-медиатор. О, Господи. Шесть, семь и десять от человека с собакой. Двадцать три балла. Двадцать три балла. И просто Лера воцаряется на втором месте сразу за Валей карнавал. По криминалити. По криминалити. Кстати, Лариса, а как у тебя с тиктоком? Ты в тиктоке есть? Я не веду соцсети. Валь, позовешь Ларису снять тикток совместный, а? Представляешь, какая-то бомба будет, Лариса? Она не согласится. Не согласится? А ты попробуй после программы. Поверь мне, вокальные распевки в тиктоке, это будет бомба просто. Ну я аж мимо ноты пою. Да, поверь мне, ты научишься. Представляешь, такой будет хэштег «Повтори задоленный». Тебе не надо будет ничего открывать. Вообще. Ну а что? У Баскова есть Милохин, у Киркорова Дава. Вот. А у тебя будет Валя карнавал. Ты что, четвертый? Валь, берешь Долину в свой тикток? Можно? Конечно. Ну вот все. Слава богу. Мы прибыли пополам, я продюсер. Вот. Итак, четвертый трек. Помолясь. На запястье роликса, а под ними полосы На моей постели твои волосы Переслушиваю войсо с твоим голосом Знаешь, я не справлюсь с этой болью сам На запястье роликса, а под ними полосы На моей постели твои волосы Переслушиваю войсо с твоим голосом Знаешь, я не справлюсь с этой болью сам На запястье роликса, а под ними полосы На моей постели твои волосы Переслушиваю войсо с твоим голосом Знаешь, я не справлюсь с этой болью сам Воу, этот джин стирает комплексы Как асфальт стирает конверсы Девочка с картинки стала девочкой из комиксов Но потом исчезла фокусы Да, порой бываю грубый Знаю, что я не похож на дно Ларис, можно останавливать? Говорю, что нет Я не знаю ни этот трек, ни исполнитель Ну, вот так вот, не зная, что скажешь? Ну, так, средненько Это парень, который делал ремонт Какой ремонт? Ну, когда по пальцам себя долбанул А, это он? Да А как его зовут? Я так издалека зашел Крид? Это Крид был? Да, да, да Егорка Не знаю, это не самый лучший его трек, не знаю Он в голосе сидит в жюри И что? Ага И что? А какой у него лучший трек? Мне нравился самый первый его хит О боже, мама, мама Я схожу с ума Во-первых, он там очень правильно пел по-русски Здесь вот как-то вот это вот манерничание Которое я очень не люблю Ну, чувак вообще сильно изменился Че уж там, в принципе, конечно Да, я и говорю, что очень сильно изменился Для меня не в лучшую сторону Для меня, лично Да, ушел от Тимоти Нет, ну, дело в том, что Сразу в маникюрный салон Дело в том, что Просто, может, он ищет пока еще Может, пока он в поиске в каком-то Ну, парень-то талантливый Способный, я бы так сказала Ага Это разные вещи Валь, как тебе эта композиция Егора Крида? Мне очень нравится Крутой трек Собственно, он называется «Голос» Да Так, ну что Какую оценку, Ларис? Пять Пять, так Девять Девять Но не десять, да? Девять Угу Хорошо Придержала единичку Итак, пять, девять Придержала единичку Ну, в смысле, когда в такой ситуации был твой трек Не дави Ты поставила десять Не дави Придержала единичку Ну да Не дави Да? Не дави Не дави Я не спорю Лариса уже за тебя Все Этим же голосом матери обычно говорят Не звони ему Не звони Сам перезвонит Итак, пять Девять Мнений людей Всем привет Меня зовут Валерия Мне 28 лет Я руководитель творческих проектов Программы «Российская студенческая весна» Вот так Давайте, включайте ваш трек Текст мне показался банальным Сейчас очень много таких песен С подобными Припилами Куплетами Где молодой человек поет о девушке И кажется, что это все одно и то же Одно и то же Именно поэтому, наверное, у меня не будет этого трека в плейлисте Я к воспеванию «Богатство» отношусь негативно Потому что мне кажется, что это не те ценности Которые нужно транслировать Особенно молодежи Я, наверное, поставлю эту песню, этому треку шесть баллов Потому что мне понравилась мелодия Но текст, он, конечно, немного отталкивает Практически сопала дама с оценкой твоей, Ларис Итак, пять, шесть и девять Это... Двадцать Так, ну что же, на третье место попадает Егор Крид в нашем чате С песней «Голос» Валя, ты не грустишь, я надеюсь? Нет, у меня все отлично Почему я должна грустить? Ну просто, ты же карнавал, а ты так немножко пригорюнилась Нет, я просто адекватно сижу А, ну, единственный, кто сидит неадекватно, тот это я А, кстати, почему ты карнавал стала? Потому что у меня фамилия Корнаухова Валентина Пять букв фамилии, три буквы имени Карнавал – это же вообще прощай мясо, ты знаешь, да? Карне вали, ну, то есть прощай мясо Прикольно Перед постом, да Представляешь, ты будешь в Италии на гастролях, и они тебя будут читать, как Валентина «Прощай мясо» Прикольно Ну что, пятый трек, поехали Мы стали реже видеться Мы стали больше ссориться Надеюсь, все наладится Когда мы успокоимся А ты мне нравишься А ты крадешь, когда злишься Еще позлить, пожалуйста Эта песня, знаешь, кричу? Да, комедикт Ты тогда же симпатичнее Ты говоришь, так огонь Как огонь, это как пародия Может быть Ну, я думаю, он иронично это исполняет Если да, то тогда... Наверное А вдруг, а вдруг на самом деле так? Не знаю Ну, понятно, да? Паранойя, тын-таратанойя Ну, в принципе, это... Буратино такое Да Валь, ну, ты подпевала Ты прекрасно знаешь эту композицию, я так понимаю, да? И как тебе? Ой, знаете, когда она только появилась В тиктоке, мне очень понравилась Но потом это стало хитом, так скажем Это крутилось везде И у меня бывает такое, что когда я очень часто слышу одну песню на мелодию Это начинает немного... Выбешивать Ну да, это как... Не знаю Раздражать, наверное Да, ты типа ее заслушиваешь Эта мелодия у тебя в голове постоянная И ты уже хочешь от нее избавиться, но не получается Так работают хиты, наверное Но у меня этого трека нет в плейлисте Но он классный, он нравится молодежи А как ты относишься? Это Слава Марлоу, ты знаешь Да Как ты к нему относишься? Да, никак Ну, просто мы незнакомые Ну, такой у него успех Все прям Слава Марлоу Ну, круто, что у человека получается Ларис Вот ты во время прослушивания Стала спрашивать у меня, как бы серьезно он поет или нет То есть, как бы это иронично Я не могу назвать это пением, в принципе Ну как? Это же все равно какое-то... Ну, а как? А что это такое? Ну, извлечение нот, скажем так А чем это отличается от пения? Он же в свои ноты-то попадает? Ну, поет Хибла Герзмава, поет Коля Басков, наконец Ну, если так мы будем разбираться, то у нас... Ну, извини меня, я по-другому не могу разбираться А, понятно Какую оценку ты поставишь? Четыре Даже четыре, да? Так Я поставлю пять О, чего ты так его припечатала? Ну, не знаю, просто песня классная, но я ее не слушаю Ну, типа, у меня нет ее в плейлисте и желания там особого Но трек крутой, и это хит Да, у тебя плейлист твой, это прямо как Библия Если там нет, то все, да? Ну, нет Я в это не верю Там нет, этого нет в моем плейлисте Да неправда Просто я слушаю то, что мне поднимает там, допустим, настроение Или то, что мне хочется погрузить Именно то, что я могу очень долго слушать Ну, какой у тебя самый сейчас заслушанный трек в плейлисте? Что, вот когда Лариса поедет домой, она послушает этот трек, поймет, что тебе нравится? Можно ли так сказать про себя? Да, но мне нравится мой личный трек, который называется «Опять домой» И он вышел, наверное, полгода назад, но я настолько обожаю этот трек И, я не знаю, я его могу слушать сам и до сих пор слушаю Понятно «Опять домой» В отличие от Валентины, я себя никогда не слушаю А что ты слушаешь, Лариса? Потому что я слушаю в основном музыку на английском языке Какую? Хорошую А что бы ты посоветовала Вале послушать? Хорошую музыку надо слушать Угу, ясно Так, хорошо Четыре, пять И слушаем мнение от зрителей Здравствуйте, меня зовут Полина Я фэшн-стилист И будущий мировой известный дизайнер Вообще, я самый добрый стилист из тех, что вы знаете Потому что мой никнейм «Добрая стайл» И вы его точно запомните Включайте трек Давайте Подпишем Ты горишь, как огонь А что это за трек такой И я вчера мне подруга как раз сказала, что это за трек И вы повторяете, какое совпадение Он вот сейчас не попался здесь Но он качевый, мне нравится, прикольно Качает, значит, круто Я этой песне ставлю восьмерку Реально Она меня раскачала вот прямо здесь, прямо сейчас 4, 5 и 8, значит, 9 и 8, 17 17 баллов Итак, наш плейлист составлен на данный момент Слава Марлоу воцаряется на четвертом месте На последнюю позицию соскальзывает по нашей доске почета группа ДЛБ Валь, скажи, пожалуйста, довольна ли ты сегодняшней программой? Да Было круто Ты пришла, заняла первое место И ушла Скажи, тебе нравится, как развивается современная музыка? Как тебе кажется, чего не хватает той музыки, которая сейчас в чартах? Мне кажется, все ребята, которые сейчас новенькие, делают музыку Мне нравится то, что они экспериментируют И они поют так, как они хотят петь Вот хочется Славе Марлоу петь так, как ему хочется Вот он так и делает И это круто И, блин, не знаю, это круто Ларис, я так понял, что ты не очень любишь советовать Но, тем не менее, одну какую-то фразу на путстве для Вали Нуждается ли она в моих советах? Я так поняла, что нет Да, я так понимаю, ты весь выпуск пила успокоительно Это просто вода Ну, Валя с удовольствием тебя послушает Да Послушает, но выводы сделает сама Ну, не важно, пусть сделает те выводы, которые захочет Я бы хотела задать вопрос Какую музыку ты слушаешь на английском языке? Если слушаешь вообще Да Адель, Ариана Гранде, Леди Гага, Беляевш Это хорошие примеры А как насчет Стиви Вандера? Не знаю Так это вот самый лучший Вот это совершенно запредельный музыкант Вот он, а дальше уже Ариана Гранде, Леди Гага и все остальные Вот он стоит на вершине Заставь себя сначала вот просто А потом ты влюбишься так, я тебе точно говорю Что ты просто будешь слушать его сутками И не сможешь оторваться Спасибо большое Пожалуйста Валь, твой ответный совет Ларисе Долиной Я честно, я не знаю, что сказать Потому что у этой женщины есть все И даже не знаю, что посоветовать Просто, наверное, я бы посоветовала Не так резко относиться к молодежи Я не могу резко относиться к молодежи Я к ней не могу Вот эта вся молодежь Вот это все мои дети Потому что у меня учатся таких же, как ты Дети Это мои дети Которых я учу не просто петь А я учу их жизни И они слушают мои советы И поверь мне, что Я их люблю, как своих собственных детей Поэтому у меня никогда не бывает Придуманных каких-то вещей Я говорю то, что я сама прожила И исходя из своего просто опыта И человеческого, и профессионального Я могу дать советы А твое дело принимать их или нет? Да Ой, ну мы же в конце обнимемся Это обязательно? Ну просто настоящие русские женщины Вы сначала посрались, а потом... Ну, вы знаете, это было прекрасно Совершенно обворожительно Это было очень гармонично Это супер выпуск Со мной сегодня были Валя Карнавал и Лариса Долина Увидимся через неделю Смотрите, что слушаете Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok